Слово уважаемому представителю Армении. Благодарю, господин представитель. Отмечается 80-е годовщина начала Великой Отечественной войны, одной из наиболее трагических и одновременно героических страниц нашей общей истории. С глубочайшей признательностью и скорбью вспоминаем подвиг тех, кто ценой десятки миллионов погибших на фронтах войны, в партизанских отрядах, под бомбежками, в оккупации и концентрационных лагерях, а также благодаря самоотверженному труду в тылу не только остановил распространение коричневой чумы, но и освободил народы Европы и других стран мира от нацистского порабощения. Победы во Второй мировой войне удалось добиться лишь благодаря объединению усилий наших народов и народов стран антигитлеровской коалиции ради борьбы за свободу и возможность самим определять дальнейший путь своего развития. Сохранить правду и память об этом великом подвиге – наш священный долг и действенный инструмент противодействия возрождению нацизма. Решительно осуждаем попытки предать забвению уроки этой страшной войны, исказить как правовые, так и нравственные оценки ее итогов, поставить под сомнение решение Нюрненбергского трибунала, уравнять в правах жертв и палачей, а сверкнуть светлую память павших. Господин председатель, считаем неприемлемой героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации ВАФНСС, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого. Недопустимы случаи осквернения или разрушения воздвигнутых в память о военных освободителях памятников, а также превращения в угоду политической конъюнктуры таких действий в государственную политику. С тревогой отмечаем, что несмотря на усилия мирового сообщества, наблюдается рост проявлений неонацизма, расизма, ксенофобии, а также пропаганды и риторики ненависти. Призываем все государства-члены ООН решительно противодействовать этим опасным вызовам и угрозам. Нельзя забывать о том, что современный миропорядок существует благодаря победе во Второй мировой войне. Убеждены, что Устав ООН остается прочной основой развития международных отношений, а закрепленные в нем цели и принципы актуальны и сегодня. Сохранение исторической правды, поддержание традиции и духа союзнических отношений – это не только наш нравственный человеческий долг перед поколением победителей, но и знак преемственности борьбы будущего. Я благодарю уважаемого представителя Армении. Продолжение следует...